Остается вот такой красивый рисунок Всем привет! Вы на канале Танина Кухня В сегодняшнем ролике я покажу, как я окрашиваю яйца на Пасху уже много-много лет Для окрашивания яиц понадобится луковая шелуха Я взяла кастрюлю, которая для технических целей, которую не жалко испортить С вечера замочила луковую шелуху в холодной воде Вот у меня такая коричнево-красная вода Сами яйца, которые буду окрашивать Вот здесь у меня травки, которые я собрала на улице Травки-листики Можно использовать петрушку, укроп, ну любые другие травки и цветы, которые вам нравятся Также понадобится чулок капроновый Сюда мы будем складывать яйца и бечевка для перевязывания Можно использовать бечевку или попробовать завязывать чулок узелками Посмотрим, как получится Ну что, приступаю непосредственно к окрашиванию яиц Берем яйцо, лучше если оно будет влажное, чтобы травка хорошо распределилась на нем И вот так аккуратненько, аккуратно, чтобы яйцо у нас не раздавилось в руках Вот таким образом накладываем листики и травки И аккуратно укладываю сюда чулок, яйцо с травкой И теперь завязываем Лучше, конечно, это делать вдвоем, чтобы было удобнее держать и завязывать И вот так дальше укладываем следующее яйцо, следующее, следующее Я намочила яйцо и травку немного водой, чтобы оно получше тут держалось Вот так подвигаю вплотную к предыдущему и опять завязываю бечевкой Моя гусеница из яиц готова Вот, посмотрите Яйца, листики Все упаковано, все хорошо завязано Отправляю яйца в кастрюлю с луком, с луковой шелухой Теперь ставим наши яйца вариться на медленный огонь Перед этим в воду необходимо кинуть столовую ложку соли Огонь делаем небольшой, для того, чтобы яйца не полопались и не потрескались Как только вода закипит, варим примерно 10-15 минут до готовности яиц Вода у меня начинает закипать Огонь также умеренный, сильнее не делаем И кипятим примерно 15 минут Процесс варки яиц уже закончился Я подготовила миску с холодной водой Выключаю газ Из кастрюли достаю яйца И перекладываю в холодную воду Вот какая у нас гусеница была Кладу их в холодную воду И оставляю до полного остывания Разрезаю капроновый чулок И достаю яйца Вот смотрите, как они покрасились В тех местах, где была трава Остается вот такой красивый рисунок Остывшие яйца протираю растительным маслом Чтобы они красиво блестели И выкладываю их на блюдо Вот такая красота получилась у меня Из луковой шелухи Попробуйте, и у вас обязательно все получится Спасибо, что были со мной на канале Танина Кухня Всем светлой Пасхи И пока-пока